приветствую вас ребятишки ребятушки любители поиграть в моды для гатушки но собственно и хозяин да что тебе известно насчет происшествия какого еще происшествия мах воды телем был ограблен может ты что-нибудь видел или слышал не то если бы и да то все равно бы не стал в это лезть тебе действительно ничего не известно нет проклятие парень ты начинаешь действовать на нервы иди к джозефу наверняка что-нибудь знает так братишка отправляет нас к джозефу купить у него кстати него можно ягоды можжевельника назад вы купить но я не знаю зачем они нам вообще могут быть нужны поэтому да погнали знать перетрем джозефу что он нам расскажет джозеф джозеф джозефина спросить насчет краш так это очень будь не знаешь и откуда тебе об этом известно это же должно оставаться в тайне ну класс попросил меня заняться этим делом а трактирщик посоветовал поговорить с тобой вот как я должен тебе верить мане что блять доказательства принести ёпты хорошая мысль давай вперед шевели ногами принесешь доказательства я расскажу тебе все что знаю типа ровут в прикол сказал мне что доказательства принести этот братишка говорит да давай приноси то что теперь правду это трактирщик отправил а то хуя течу расскажу говорит ну давай пять хозяин а или клаус ренда с клаусом блять поговорить я диалог не очень внимательно посмотрел наверно клаус должен раз не трактирщик до джозеф не верит в то что ты меня к нему прислал вот и кретина это же идиотская работа до такого довела вот отдай ему это письмо в качестве доказательства так вот на какой там письмецо дал да вот тебе доказательства покажи читает блять пойдет хорошо я тебе верю так что там тебе известно а ну слушай стою я здесь стою и слежу чтобы никто посторонний не вошел и не вышел из города как вдруг мимо меня проносится какая-то темная фигура разумеется я тут же бросился за ней поскольку здесь явно было что-то не так но тут парень бежал что дальше и дальше в лес в конечном итоге я перестал его преследовать темная фигура парень ты его не узнал нет к сожалению нет ты не помнишь каком направлении он убежал помню сторону большой горы это хорошо да не знаешь нет ли там какие-нибудь укромных мест я к сожалению не знаю да спроси а дома он с той местности хорошо знаком а что за адам садова который может знать куда именно мог спрятаться вор просто что это за адам я помню такого не встречал еще здесь в тамаре че-то за адам клаус ларс финку карл рубен елена ральф хозяин таверны того чувака зовут стефан хочу это за адам про кого они вообще говорили я реально такого даже не знаю того чувака как зовут это роберт да не рублять в замке пом тоже никого дома не было да насколько я помню это просто полученец просто стражники да просто весь прикол чтобы увидеть в самом замке тоже не было никого дома там это слуга янус да сам этот чувак сам тот чувак бруно обычные стражники не хочется бродить искать кого-то дома да тоже пол серии блять тот на горе мужик тоже обычный да ну да тоже обычная получение с в этих домиках я заходил там помню никого не было может хуй с ним принципе он сказал в сторону большой горы и хотя чувствую я что походу надо обязательно найти этого а дома то что во первых он так сказал быть в сторону большой горы какой большой горы и нахуй ты мог это поподробнее были сообщить да это во первых а во вторых наверное все таки пока мы с одного не поговорим на ранее чего интересного и не произойдет ну вот вроде бы войну вы видите и тут вроде бы хара его там вот в принципе есть гора она тоже большая то есть вот какую он имел ввиду тут много больших горы из так смотреть бреда огромное местечко блять чувство я на равнатуре чуваки сейчас придется на выходить искать на форумах где искать там этого а дома да блять ну да блять а шляпа полная короче говоря ван давайте так короче про дома я ничего не нашел но сказали что нужно на форуме прочитал что нужно идти налево вдоль стены города и потом где-то там повернуть направо я уже забыл где именно блять а когда будет спуск вниз что лечу да надо этого игорька найти весь прикол что мы его уже находили но я из-за своего склероза честно я не очень помню где именно вы его находили так это мы сейчас ник 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 игорьку придем это мы сейчас придем к этому могут дровосеку юнтеру ну правильно же ну да походу чуваки что неправильно подсказали это ждать даже здесь юнтер это я точно помню а нам нужен адам о блять адам говорю игорек ван давайте сначала может быть даже друг раз сюда сказали может быть не просто перепутали имена может быть юнтер и все-таки в этом виновата его знает правильно хотят конечно сомнительно он такой весь перешуханный ну да конец только понятно значит чуваки немножко неправильно сказали либо они имели ввиду к ты стоишь лицом к этому чуваку да к ты стоишь лицом к этому долбоебу как его это называть я уже забыл блять блять волки до сих пор живые такой пиздец я думаю уже всех точно перехватил отряда какая-то лютая жесть дака ты лицом встреч к этому джозефу тогда налево повернуть туда будет другую сторону получается конечно на это долго ты выходишь из города правильно так ну хорошо если пойти налево вот отсюда я помню что мы как-то так вот до и шли находили там в скале этого долбоеба до игоря какой-то вообще дорожка к солевой шахте из этого самые обидные моменты когда вот надо вот кого-то найти блять в каком-то месте ебану там да может это она есть они мы там были дал с каком-то ебану там месте и вот хуй просышь я же я там даже был даже я просто уже не помню чего там где там куда там блять вообще знаете на самом деле очень много вот при пизденных квестов в одиссеи вы знаете я сначала говорю что их почти нету на самом деле их очень много очень много вот квестов когда вот тебе просто надо утку отобрать пойти что-то там найти дал блять и вот при этом тебе толком не объясняется в каком направлении тебе идти да ну вроде бы говорят то что вот идите там туда-то туда-то но толком те про это я же ничего никто не говорит для надежу точно куда пошел это где там это там а рада сам город если это 4 подзаем будет то что с тем же сокровищем не так давно квеста вот а вот адам кстати говоря и берта мы с ним еще не разговаривали это кит новые персонажи смотрите я как-то пропустил привет спросил у школы другого нет времени украсть его золотое кольцо будет просто дать попробуем у отлично расспросить про гор так находится в большом лесу много укромных мест укромных мест не доход для этого попросту слишком маленькие понимаешь я ищу вору ты не знаешь где именно в горах он мог бы спрятаться ну подножие одной горы есть пещера может он там укрылся пещера вполне возможно спасибо за подсказку ну то есть принципе ничего этот адам нам такого не сообщает для если так смотреть до чего ему действительно любопытного но мы у него сперли кольцо у меня есть один вопрос сейчас у меня три у него тоже другой раз хорошо я уже ухожу подождите солдат короля да это так и как ты прибыл на этот остров я прибыл на военном корабле интересно а что ты будешь делать на тамборе я собираюсь поговорить с губернатором прости мне моё любопытство ну что ты хочет губернатора я хочу спросить проплывали здесь корабли орков куда они направлялись проплывали но куда направились к же к сожалению могу тебе сказать хорошо и полагаю что губернатор сможет искать не больше возможно однако это единственная причина почему ты здесь почему ты спрашиваешь я хотел бы узнать вернуться ли слоты короля и будут ли нас защищать я не знаю ничего об этом наш корабль приплыл с важной миссии поплывет дальше когда у меня будут все ответы значит мои надежды растворились в воздухе что ты хочешь этим сказать с тех пор как все паладины оруженосцы отправились в мертану сражаться с орками мы представлены сами себе паладины покинули остров да незнакомец только губернатор остался он не понимает так же как и мы почему нас сбросили на произвол судьбы понимаю но что произошло дальше губернатор решил что мы объявим себе независимость и будем защищаться отныне сами если власть бросает нас на произвол судьбы не остается ничего другого ты не кажешься счастлива и такого решения естественно нет мы слишком слабы против орков даже их наемники которые появились на острове создают проблему губернатору и дает ли фулька губернатору верные советы ну я не знаю сколько да он советник губернатора ты кажется не доверяешь ему да переглянись там рядом адам стоит ну похуй нет я не доверяю ему и почему нет но это просто такое чувство фулька здесь недавно он прибыл несколько месяцев назад и находится большую часть времени в замке иногда он все же покидает замок и идет в лес 11 раз там короче говоря он не произведет меня хорошие впечатления испугалась его понимаю как тебя зовут меня зовут берт я жена ларса который на рыночной площади продает свои товары здесь кажется живет немного людей большинство жителей покинули остров вместе с паладинами просто было небезопасно оставаться на тамаре почему тогда ушли не все те которые остались говорят что гораздо более опасно в мертане все-таки у нашего острова есть преимущество здесь есть много мест где можно укрыться напротив мертане мы не ориентируемся там мы не смогли бы спрятаться что ты можешь рассказать не губернаторе а бруно дай мне подумать бруно очень высокомерный всегда помнит о своих интересах нам иногда трудно с ним тем не менее он стал на нашу сторону кота паладины покинули нас и мы это ценим я могу чем-нибудь помочь тебе я не знаю как но подожди ты можешь сходить в лес я думаю да можешь принести мне немного меда я заплачу тебе за это конечно почему не а сколько тебе нужно 400 и будет достаточно хорошо согласен где я могу найти мед должен быть поблизости от лагеря охотников ханса и маркуса но будь осторожен в лесу водится много монстров и пчелы на тамаре не совсем безопасны вот твой мед благодарю тебя ты очень помог мне вот твои вознаграждение ху прикиньте 100 золотых она нам за это дала кстати вот отличие да вот помните мы еще находили этот мед и я тогда так и говорю что скорее всего он какой-то квестовый бодрич не прогадал но просто отличие да вот квест на этот мед то есть эти сотый раз добыть вообще не фиг делать то есть ты их автоматически находишь когда находишь этих охотников охотников по-любому надо найти да ты получаешь за квест 100 золотых и квест это сокровище которые если проходить правильно да там типа если по-честному ты получаешь 300 золотых но при этом квест очень заебистый у меня есть один вопрос сейчас у меня нет времени возможно другой раз больше нас нами говорить не хочет но принципе хорошо что мы вернулись тамару переговорили еще с адамом и еще и взяли и прошли сразу квест на медовые соты и заодно видите узнали немножко еще про этого фулька которому не доверяет эта тетка и про этого вот долбоеба блять я не могу спать идея этого игоря находил я точно помню то что да то что он где-то недалеко от этого от этой тамара это точно мы тогда что-то таком далеко и не заходили и хопа нашли этого игорька игорёчка блять но это явно не туда да они так сказали типа иди влево но это съела не туда потому что там до хижина гюнтера но если идти влево оттуда то туда мы идем как раз таки к этим охотником принципе то есть тоже не шибко вариант он вот так вот а в скале была такая помните хрень и там этот игорек стояла еще если только туда пройти то можно к этим наемникам попасть было мы их в свое время нашли около царю аданаса кстати там мы точно не были чуваки надо будет сбегать потом но я хочу сначала уже этого игорька найти ебучего блять за тамара это срежу в местность охуенно дают уже уже сейчас я реально думал то что мы уже все нашли вот серьезного сейчас так смотришь вроде бы мы уже были реально везде и вот пожалуйста опять еще есть какой-то алтарь от у нас оказывается это мы точно не были о вон 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 помо это пещера до ахуяку всраку это пещера с теми гоблинами и ихним вожаком блять ебаный игорек хуй найдешь блять птички поют пиздец а чувство я провел странная выискивать какой-то видеоролик с помощью видеоролика находить потому что так я по ходу хуй найду стайли дел и там где вы еще таких вот падальщиков дофига гасили вот что-то вот такой модель мы гасили гасили этих падать и но это же я уже опять пришел к этим охотникам да мы гасили гасили этих падальщиков помните да и вот как-то вот так вот мы блять и попали к тому игорьку сука что было похуй она бы его уже найти конечно ну там вроде бы скалы нет то есть и силованы должен быть где-то вот с этой стороны там где скала правильно блять по ходу на точность плюс и выходить и где-то искать какой-то видеоролик где мне покажут где этот игорь находится это пиздец как же это заёбывает а просто блять до ужаса заёбывает этот хуйня вот когда убить и же внутри сука ну вот полного ночи не вот она да вот она слава богу таки нашли сами вот этот игорек игорёчек блять любите пощекотать своего чечка блять ой давай суда молит или моя понятия не имею о чем ты парень все ты понимаешь давай сюда молит и я уже сказал тебе что у меня ничего нет а теперь творит меня хорошо похоже ты понимаешь только язык силы это попробуй сопляк только потом не плачь и не жалуйся же защищайся иди сюда сопляк он живучий ой блять и бьет достаточно сильно они нихуял они живучи кстати двуручка вообще не раскачет а как видите да у него обычное двуручное оружие вот и все собственно говоря так 100 опыта вот у него жратва телемовские амулет магии прямо как манида золотых косяк из блатной травы ну и вот топор лесоруба еще у него можно забрать короткие луки стрелы они стрелы не берутся давай вставай говно хватит валяться развалился зублять ебаный шашлык то блять и лечиться где толком нечем как всегда да хуй знает проклятье это было больно все вы одинаковые пока вам не вломишь вы не образуетесь давайте поживем жареного мяса вообще тоже такой момент да вот эти он просто находит чувака в пещере тем более то лесоруб жиж это некой там разбойник да и сразу говорит давай сюда амулет ведь на самом деле откуда ты знаешь может быть это далеко и не он его спер бледа если он живет в пещере то что именно он вор а теперь иди за мной куда а ты как думаешь в тюрьму конечно пришел к месту им воровским деньгам эй парень проходила могли бы это обсудить да ну и что же ты хочешь этим сказать ну у меня есть к тебе предложение если ты отпустишь меня и я и ты что я научу тебя обчищать карманы кроме того я помогу тебе повысить твою ловкость ну как что согласен а я уже умею обчищать карманы братишка не за что место те воров в тюрьме и ты туда немедленно отправишься нет парень пожалуйста не надо там кормят только заплесниваем хлебом что прикажешь мне с этим делать закусывать его жуками которые там бегают жуками но уж нет пожалуйста не надо только не в тюрьму я этого не выйдешь отпусти меня нет а теперь кончайны эти следы за мной молча а веду к я тебя клаусу он знаешь что с вами ворами делать да я может даже бы его еще и отпустил на просто смысла кого-то особого не вижу потому что потому что да я уже обучился обворовывать а ловкость не у него повышать тоже как-то не сильно интересно сейчас конечно проблема это там тамуру эту найти и не бродить сильно долго с этим чуваком потому что я вопросе говоря а вон она вон до тюбль так а на натуре оказывается слева от того чувака была только как-то неправильно в итоге потом пошел странно они даст таки слева получается оттуда где он стоит то есть ты стоишь лицом к этому клаусу надо в налево идти туда вот а я подумал что вы когда ты выходишь из города налево да и вот тогда ты платаешь клаус в общем говоря на форме кота так не очень написали для бутылочи это непонятно для бутылочи надо было куда более подробно расписать ладно что разобрались да значит мы вот видео потом пойдемте вот вот статую одно соискать не прям таки интересно стало мы там еще не были до любопытно любопытно а потом наверное уже да в натуре у нас особых вариантов и не будет кроме как идти искать этого штаммлера до его зомбаков ну вот так это джозеф нам нужен клаус вот и он дух аст я привел вора обокравшего тельма отлично я брошу его в темницу где у него будет но полно времени чтобы хорошенько подумать о своем преступлении я вообще с клаус он хотел поговорить клаус петербург блять только конец рискован украсть кошелек и все погнали туда часто ли мы отдадим его амулет и тогда сразу нам с нами янус поговорить помните он там нам что-то собирался сообщить да и заодно и тель ему поможем ну квест принципе не сложно и как оказалось и искать этого вора в принципе было не очень напряжно и схватить его не был там каким-то крутым да так что ничего такого я забыл я походу да я походу уже пробежал этот дворец нахера вы деле закрываете долбоебы бить так отелем тут это на самом верху ой пойди только вспомни как туда еще попасть я опять таки уже давно достаточно запускал одиссею последний раз помогут как-то так подниматься наверно и поэтому уже банально запамятовал да где же где же находится этот целям да 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 по моему она тут еще дверь которая закрытая дает по вот так и поднимаешься поднимаешься и вот он вот целям братишка так я хотел бы кое-что узнать насчет штаммлера штаммлера почему тебя это интересует я хочу развеять проклятие старого кладбища да зачем уже многие столетия штаммлер бесчинствует на кладбище но пока это никому особо не мешало ну я подумал понятно ты сам не знаешь зачем решил проникнуть секреты штаммлера ну возможно мне просто любопытно хорошо хоть честно признался ну так что там у тебя интересует во первых я хочу знать кто он вообще такой штаммлер призрак который уже не одну сотню лет буянит на старом кладбище в связи с тем что его что все обходят это место стороной если кто-то нарушит такое покой кладбище то нежить поднимется из могил и страшное проклятие настигнет нарушителя что еще ты можешь рассказать не о штаммлере при жизни он был магом огня возможно в этом причина того что его дух все еще настолько силен на самом деле его звали мистером бертольду мастером бертольду но по причине заиканий и шепелявин его прозвали штаммлером он был родом из богатой семьи старого дворянского рода таморы долгие годы члены его семьи служили потомкам хармона короля таморы именно поэтому бертольд так как и когда-то его отец должен был изучать искусство боя дабы 100 же тоже стать рыцарем однако тренировки пареньку давались с трудом да и силы он не блистал зато был скромным и очень любил читать книги самого детства он интересовался писаниями махов огня и один прекрасный день решил стать богом впрочем пришло прошло немало времени прежде чем хармон 4 тогдашний король таморы согласился на его просьбу он наконец понял что бертольда все равно не выйдет с лишь бы то ли сам не выйдет хорошего бойца кроме того он осознал что из парня вышел бы отличный маг ибо уже тогда молодой человек прекрасно разбирался во всех магических искусствах таким образом бертольд стал верховным магом короля и благодаря своим обширным познанием неоднократно помогал ему в конечном итоге харман 4 даже назначил его своим главным советником и что было дальше все началось с того момента как бертольд стал первым советником до этого данную должность занимал королевский маг абраксос который оказался крайне недоволен своим смещением он затаил злобу на бертольда и придумал план как избавиться от него абраксос подсунул ему книги по темной магии которыми тот по неосторожности прочитал если говорить точнее то бертольд решился провести пару экспериментов в том числе по призванию нежити абраксос же донес на него королю и король вот так сразу поверил абраксос у да тот обставил все так тщательно что никаких сомнений и возникнуть не могло понятно полагаю бертольд перестал предстал перед судом и что же с ним было дальше его приговорили к смерти и несмотря на то чтобы дня вновь и вновь убеждал всех своей невиновности приговор приведи в исполнение какая грустная история что-то насчет проклятия в отчаянии бертольд проклял товару пригрозил что отныне он будет бродить по острову в облике призрака искать отмещение за вынесли ему ему приговор поначалу никто не придал проклятию внимание несмотря на содеянное бертольд был похоронен в семейном склепе но через несколько дней из глубин склепа раздался жуткие звуки буквально на глазах несколько мертвецов поднялись из могил ну и с того самого дня кладбище является проклятым и все обходят его за версту никто не пытался пробраться в склеп нет никому не хотелось беспокоить бертольда ажа либо в то в то время склепа еще можно было открыть его один из родственников бертольда все еще был жив родственник да сын его обнищавшего кузена именно он получил ключ от склепа по крайней мере так говорил в дневнике который я когда-то читал в дневнике каком дневнике племянники бартольда звали его в рудольф в эргильский дневник можешь найти в замка библиотеки здесь есть библиотека да есть правда вход туда закрыт по приказу бруно несколько лет тому назад ибо кто-то стащил пару книг они ключи были от библиотеки у бруно нет не думаю скорее всего он хранится у адама старого библиотекаря имя звучит знакомо неудивительно старина адам живет в нижней части города тебе стоит с ним поговорить я принес твой амулет вот держи хорошо а что насчет вора большего никого не ограбит замечательно вот твоя награда как и обещал 400 золотых прикиньте постой ты не могу выполнить для меня еще одно поручение что за поручение в южный город в горах у берега есть алтарь адана со раньше его регулярно посещали жители тамбера но с недавних пор они перестали это делать почему вдруг если бы я только знал почему-то все стали его избегать там явно что-то творится выясни в чем делай сумеешь я там тебе 200 золотых хорошо я займусь этим так значит мы получили зелье и аж 400 золотых внимание да значит кое-что мы выяснили амулет мы отдали да хорошо и видите как получается что к этому алтарю нам еще и по квесту надо немножко вы узнали и про этого штаббера надо знать будет замутить ключ его этого а дома слушайте давайте может быть может он еще стоит там где раньше стоял стоит отлично у тебя есть ключ от библиотеки замка да почему ты спрашиваешь я еще одну важную книгу дай мне ключ а бруда дал тебе разрешение я дам тебе ключ только в том случае если он согласится ну я понятно разрешению тебя нет что ж тогда вперед и дик бруда только если он согласится пустить тебе в библиотеку я дам тебе ключ от нее но предупреждаю даже не думаю приходить ко мне не получив разрешение сразу пойму что ты пытаешься меня обмануть у него почему-то нет этого варианта типа украсть ключ этого у него можно будет банально карманным воровством забрать и более что мы ловкость подняли но почему-то этого нету ну что ж ладно давайте тогда сейчас скажем янусу то что я нашел амулет для телема и заодно поговорим с бруно по поводу того что дай мне ключ чтобы я попал в библиотеку опыта нам по-прежнему надо довольно таки дохера ну да я просто сейчас бы силу бы еще поднять на пятерку можно было бы меч получше и потом натуре уже чисто алхимию прокачать потом чисто владение мечом арбалетом до силу качаю все я сумел найти вернуть амулет теперь он вновь находится у телема отлично у меня просто камень с души свалился спасибо тебе что ты мне очень помог не за что теперь ты расскажешь мне что тебе известно афулька ты говоришь тебя была пара мыслей на его счет добывая подразумеваю что он прислужить белиара мне и саму так показалось то почему ты так решил ну уж очень подозрительно он себя ведет в течение дня он ни на секунду не отходит от правителя не позволяет никому с ним переговорить даже мне слухи его величества он явно дал знать что не хочет чтобы я когда-либо беспокоил бруно но самое странное это то что он делает в замке почти каждый день в полночь да и чем же он занимается в столь поздний час переглядывается такой ёпты он говорит с призраками с призраками в каком смысле опять до переглядывается но давай давай быть в такого что в замке водятся призраки да ладно а ты что смеешься надо мной нет ни в коем случае в замке действительно водятся призраки в этом я твердо уверен счет так решил с того что по началу в замке можно слышать странные звуки а в полностью становится особенно жутко что еще за звуки всякие частенько можно слышать шаги но иногда я слышал еще и шорохи однажды я слышал громкий звали и зловещий шум как будто кто-то по нему почему-то ударял говорю тебе все это было так жутко похоже твои призраки любят пошуметь а что если это вовсе никакие не призраки а живые люди и кто это по-твоему явно не бруно и не охрана замка и не телен я его проверял а помимо них в замке не никого нету всего лишь два человека фулька и я вот именно готов поспорить что фулька причина всех шумов этого не может быть до обычно в это время фулька шнера и туда-сюда по замку но вот звуки в большинстве случаев исходит из далекого направления кроме того я уже сказал тебе что он разговаривает с призраками как же он одновременно может быть причиной всех этих звуков этих призраков видел нет не видел но вероятно что их невозможно увидеть поскольку они скорее всего невидимы а ты слышу как фулька с ними разговаривает да это я слышал отлично и о чем же они беседуют этого я к сожалению не знаю почему ну я не осмелился подобраться к ним достаточно близко все это было слишком жутко для меня просто великолепно то есть ты не видел ни одного призрака и не слышал о чем фулька с ними разговаривал но при этом ты твердо уверен что фулька действительно о чем-то разговаривает с призраками дал уверен у призраков очень жуткий голос как будто он исходит прямиком из царства белиара и я молюсь и носу чтобы когда-нибудь ночью мне не довелось столкнуться и стать с одним из этих ужасных созданий хух ё призрак тронном замке яну ствердно уверен что что-то обитает замке может не стоит побродить по замку где-то в районе полуночи бля ебать сколько в этой там али квестов это пиздец один на одном квесты ну что давайте сейчас бруно поговорим по поводу того чтобы он дал нам разрешение посетить библиотеку брунька мне нужно твое разрешение на что мне нужен ключ от библиотеки но адам даст мне его лишь том случае если ты разрешишь ей воспользовался а что-то им для и скажи на милость забыл милой моей библиотеки доступ не закрыт для всех ёпты я еще одну книгу ой да неужели и что это за книга терем сказал мне что потомок штаммера ввел дневник который мы можно найти библиотеки и чем же этот дневник так важен я подозреваю что в нем можно найти что-то насчет кладбищенского проклятия что позволит не победить штаблера но если ты в этом преуспеешь у меня будет одной заботой меньше так я могу получить в адама ключ хорошо можешь передать одному что я приказываю ему дать тебе доступ к библиотеке но только при одном условии ты должен будешь довести это дело до конца а именно раз и навсегда разобраться с призраком штаблера договорились замечательно справишься я с достоинством я по достоинству награжу тебя а теперь поможете за ключом хорошо давайте опять в тамару адам братишка дай мне ключ от библиотеки приказ губернатора это похоже на бруну хорошо вот ключ только не вздумаю старая библиотеки беспорядок ясно все ключ от библиотеки мы получили тоже такой момент да то есть ведь можно так и просто могу сказать то что то типа он сказал блять приказ губернатора и пиздец да и не надо никаких доказательств что ж на замке еще очень много дел как оказывается видите надо там ночью побродить чтобы найти этого призрака ну или что он там такое будет и то и все ну давайте да уже сперва в общем говоря пойдемте к этому монастырю аданаса где мы там видели помните то вот тут вот там вот эта дорожка к этому алтарю вернее аданаса они монастырю и заодно разведаем что за хрень там происходит по квесту тэлем от или мочка блять вот тут до хера еще я хоть и пропустил оказывается блин офигеть сколько я их уже собрал да и вроде бы пытаюсь все тогда то что осматривать и в то же время сколько этих я где еще пропустил это она да да вот к алтарю аданаса отлично телем-телем-телемочек ху-ху-ху да локация огроменная это просто пиздец я же у меня просто вот я уже который раз там повторюсь мне рядом не интересно как как каких размеров здесь будет варант и нордмар я живу если вот тамара которые я вообще должен на будет очень маленькая оказалась настолько огроменной такая-то куда ок наблюдательные вышки кстати говоря на уши туда нужно попасть помните там по квесту этого стефана давайте даже туда еще сходим дополнить и по квесту стефана нам тоже тоже нужно еще эту наблюдательную вышку разобраться в чем там делал потому что он там то ли огни видел то ли что я уже не помню то ли давно от нее уже не было никаких вестей ну и отлично окрасить эти все квесты по проходим да и как раз да и кроссуру и набьем а нам это очень-очень нужно да и с них так он был подлечиться 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 сажат вы опять так с такими темпами у меня скоро будут проблемы опять да потому что мне жареное мясо принципе начинает заканчиваться мы сырого так чтобы очень много не находим до уха тоже мышь всю уху съели правда есть чего ее конечно варить но в целом в целом до дела с едой у нас все хуже и хуже обстоят так тут вроде бы все осмотрели ничего не упустили бля я реально думал то что я уже почти все исследовала оказывается что мы еще нифига не исследовали зацените нам еще наблюдательная вышка как минимум и алтаря доноса да это просто офигеть блядь ебучий варану кухой такой же учета сушки варанов ты на лучше всего с арбалета красить я так для себя подумал потому что какие-то не больно крутые тут еще и пляж оказывается есть который мы не осмотрели прикидываете ну да так куда попроще будет потому что реальные задолбаю с их просто банально мечом рубать да и опять-таки хп тратить неохота там еще один да бляда не один из тут бля пиздец этих варанов еще как равна да попади братишка красавчик опять-таки подлечиться бы не помешал братишка любитель жареного мяска то хух ну что ладно на ребятишки будем на этом на шипу заканчивать до следующем тогда дочистим побережье это да посмотрим что у нас тут такое потом пойдемте к этой наблюдательной вышки разберемся что там такое по квесту стефана возможно поспим до рассвета если будет возможность а потом отправимся уже к этому алтарю аданаса и узнаем что там творится кладбище пока что у нас опять-таки отпадает я хотел уже даже в этом выпуске туда отправиться она видите как одно за одно нам еще кучу квестов понадавали еще казалось что я кучу территории до сих пор не осмотрел так что еще хрен знает когда мы пойдем на это кладбище на же меня меня поражать когда я уже думал что все я уже поразился тамаре то вот оказывается что я еще далеко не всю локацию осмотрел это какой-то капец реально огромная локация куча квестов и же некоторые квесты ты ведь даже мог бы не найти вот тот же квест на медовые соты мыши в абсолютно случайно нашли до бродили искали этого атома рядом с ним нашли эту бред ту или ретту я уже забыл к этому звали да у нее буквы с на медовые соты так вас не интересно ничего не примечательный но тем не менее дополнительный квест который ты мог либо найти либо пропустить да и это тоже очень-очень круто на самом деле модификация конечно шикарная хотя много квестов да я же повторюсь то что они такие немножко бредовые да надо всеми что-то искать при этом непонятно где его искать локация это ведь здоровая тебе толком не объясняется это с одной стороны круто это в духе котики это то за что мы ее любим да что тебе не объясняется нету этих показателей на карте маркеров да вот сам иди сам ищи с другой стороны это порой надоедает но в целом мод конечно наверное там даже знаете я не побоюсь этого сказать это пожалуй лучший мод на готику что я играл пожалуй это реально так ладно ребята явка 100 благодарен за просмотр за подписки за лайки до новых встреч пока